В посёлке юбилейный урок безопасности. В качестве зрителей – ребяту до 16 лет. Программа насыщенная. Интерактивные игры, показ знаков эвакуации, примерка боевой одежды. Напоминают ребятам и о правилах поведения во время каникул. Весь квест в игровой форме. Так как акция началась буквально недавно, то есть она неделю, мы уже посетили порядка десятка населённых пунктов Бобруйского района. Детям, конечно же, важно напомнить, как себя вести на водоёмах, почему нельзя ходить в одиночку на водоёме, почему нельзя баловаться. Следующая локация – озеро вблизи деревни Туголица. В плане у специалистов МЧС и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды – профилактический рейд. Это место выбрано не случайно. Одно из самых популярных у Бобручан в жаркие дни. Даже в будни здесь десятки человек. Спасатели напоминают отдыхающим о правилах безопасности. Плюс каждому наглядная листовка. Погода позволяет, можно ездить. Каждый день практически приезжаем. Особо не ссорим. Приехали на пару часов, покупались. Всё. Трезвость – это, наверное, самое первое, актуальное, которое заповедь для всех. Ну а дальше самое эмирентарное – не знающий водоёма – не заплывать, не нырять, не прыгать. К слову, распитие алкогольных напитков у водоёмов лечёт за собой штраф 232 рубля. Среди других серьёзных нарушений – купание в тёмное время суток и оставленное без присмотра дети, что нередко становится причиной трагедии. Любителям оставить после себя мусор также грозят санкции – до 87 рублей. И чаще всего только этот пункт способен в полной мере образумить нарушителей. Вот, например, мы сейчас находимся около водоёма. Распространённое нарушение – это стоянка транспортного средства, то есть автомобиля, до 30 метров от береговой линии. То есть это расстояние должно быть более 30 метров. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа, либо предупреждение. В планах инспекторов проводить рейды до конца лета. Жаркий сезон уже полон печальной статистики. Только за прошлую неделю в Беларуси утонули 20 человек. 12 спасены работниками СВОД и МЧС.